I've got the power! Прежде чем возгорелось пламя супер-хита The Power, создатели группы Snap, немецкий музыкант Михаил Мюнцих и Лука Анцелотти, наломали немало дров. Началось все вполне обычно. В поиске музыкальной идеи на пластинке Love's Gonna Get You сол-певицы Джослин Браун они услышали интересную строчку. А в это самое время в эфирах Западной Германии зазвучал трек Let The World's Flow новомодного заокеанского рэпера Чилла Робо-Джи. Скрестив треки Джослин Браун и Чилла Робо-Джи, Михаил и Лука поняли, что могут сорвать джекпот. Правда, в издательстве им намекнули, что без разрешения на использование сэмплов джекпота может не хватить на выплату штрафов. Тогда Михаил и Лука сели на самолет и помчались в США просить Щаку Хан стать их певицей. Щак Хан даже и слушать их не стал, а вот ее педагог по вокалу Пенни Форд согласилась. И, чтобы вы понимали, Пенни Форд – это не просто учитель пения. Она – дочь Джина Редда, продюсера Джеймса Брауна, сестра певицы Шеннон Редд и бэк-вокалистка Роллинг Стоун. Пенни прилетает в Германию, вооружившись бутылкой виски за одну студийную смену, перепевает Михаилю и Луке все партии Джоселин Браун и эту самую строчку «I've got the power» и улетает домой. В пабе у американской военной базы Близ Франкфурта парни находят солдата Дарна Батлера, который становится рэпером Турбо-Би, и перечитывает рэп Чилла Робо-Джи. На той же военной базе парни находят фигуристую, темнокожую девчонку Капрала, которая классно танцует и договариваются с ней о съемке клипа, в котором та будет открывать рот под вокал Пенни Форд. Ну, просто один в один, как в истории Everybody Dance, нам проекта C&C. И вот весной 1989-го эфир MTV разрывает этот крышесносящий вопль, услышав который, одновременно несколько музыкантов начинают судорожно набирать номера телефонов своих адвокатов. Вокалистку Пенни Форд, перепевшую партией для The Power, не уведомили о том, что кто-то будет открывать рот под ее голос. Негодовала и Джоселин Браун, хоть ее вокала в песне и не было. Партия, перепятая Пенни Форд, очень и очень напоминала ее оригинал. А рэпер Чилл Роб Джи узнал свои рэповые тексты из трека Let the World's Flow, перечитанные Турбо-Би. По результатам досудебных консультаций, вокалистку Пенни Форд, чей голос звучал в The Power, пригласили в официальный состав группы Snap, откуда она сбежала через год гастрольной бомбежки. Рэпер Чилл Роб Джи получил право использовать трек в своем альбоме, но этот альбом, поскольку его издательство оказалось слабее, почти никто не заметил. И лишь Джоселин Браун с вокальной партией, которой все и началось, не получила ничего, поскольку нанятые ею адвокаты оказались недостаточно компетентны. И вот еще что. Почему трек начинается с фразы на русском языке? Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник. Напомню, это был 89-й. Тогда русские слова «Горбачев», «Перестройка» и «Гласност» стали главной мировой сенсацией. А дело было в Германии. В это же самое время мир содрогнулся от еще одной сенсации. Компания Transceptor Technologies действительно начала производство компьютеров, персональный спутник. И главной сенсацией в этом было не только само производство компьютеров, а и то, что это были первые компьютеры, оснащенные голосовым управлением для слабовидящих. Приступила к производству компьютеров персональный спутник. Поскольку взять такую цитату из западного СМИ означало начать очистку прав на использование сэмпла, ну, дикторского голоса. А вот русские были бы только рады такому сэмплу. Ну, а новые «Безумные истории» не пропустите уже завтра здесь, на канале «Откуда ноты растут». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...